С этого года предприниматели обязаны декларировать также доходы, полученные через мобильные переводы. Поэтому магазины у дома стали отказывать многим в безналичном расчете. Понесут ли за это наказание предприниматели и как в целом нововведение отразится на казахстанцах, расскажет мой коллега Иржан Утипкалиев. С 1 января 2021 года в Казахстане стартовало всеобщее декларирование. В первом и втором этапе налоговую отчетность сдали все госслужащие, приравненные к ним лица, сотрудники квази-госсектора и их супруги. Третий этап стартовал в этом году и теперь к налоговикам поступят данные юрлиц, предпринимателей и их супругов. Декларирование доходов физлиц начнется в следующем году. Данный проект нацелен на выявление сокрытия доходов и незарегистрированных предпринимателей, тогда как многие предприниматели получают оплату за товар, услуги посредством мобильных переводов на личные счета. Кроме того, зачастую переводы принимаются без выдачи чеков. В этой связи рекомендуем предпринимателям принимать оплату на счета, предназначенные для предпринимательской деятельности. За деятельность без регистрации ИП предусмотрен штраф от 15 до 100 МРП. Сокрытие доходов предпринимателю обойдется еще дороже – 200% от суммы неуплаченных налогов, а не выдача чека карается штрафом от 15 до 50 МРП. На гаджету тех, кто отказывает в оплате безналичным расчетом. Как отметили налоговики, предприниматели могут лишь предложить покупателям или клиентам выбор оплаты, но не требовать наличку. Если покупателю неудобно через наличный денежный счет оплачивать, он имеет право через QR-код, либо через посттерминал. И в этом случае, когда отказ будет, то есть можно это на видео заснять и пожаловаться, то есть отправить это как обращение в органы государственных доходов. И при этом мы будем рассматривать данные заявления. При обнаружении незаконных переводов предпринимателю нужно зарегистрировать ИП или предоставить еще одну декларацию по дополнительным доходам. Теперь в поле зрения налогового органа могут попасть все, кто получал в течение трех месяцев подряд от ста и более мобильных переводов от разных лиц. Если нарушения нет, казахстанцам нужно предоставить пояснение в налоговый орган. Физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях. Переводы родственников, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям. При этом такие переводы декларировать не нужно, поскольку они не относятся к доходам физических лиц. Также в департаменте госдоходов отметили, что для таксистов, занимающихся частным извозом, есть очень удобный налоговый режим, по которому ежемесячно можно оплачивать 1% от дохода плюс социальные платежи, как индивидуальному предпринимателю. В любом случае лучше заплатить налоги и жить спокойно. Ержану Тепкалиев, Даниэр Кейкбаев, Атамикен Бизнес